Доброе утро, наши самые ранние телезрители. В эфире программа «Про утро» на телеканале ОТВ. И в студии сегодня с вами Полина Толмачёва и Илья Рыков. Ну, собственно, как и все дни перед этим на этой неделе. 23 марта, четверг. Если верить народным приметам, то четверг считался легким днем. Ну, а если обратиться к астрологам, то они обязательно вам скажут, что четверг – день удачный. В чем, правда, не знаю. Ну, удачный. А по данным многих аналитических агентств, четверг – еще и самый безопасный день недели. К тому же, четверг считается идеальным днем для бракосочетания. Ну и правда, день отличный, потому что рабочая нагрузка уже идет на снижение. И уж точно четверг лучше, чем среда, потому что ближе выходные. Наверное, многие думают, что в четверг надо сделать те дела, которые ты точно уже не сделаешь в пятницу, а все остальное на понедельник. В этом легкость, да? Ну, как бы то ни было, давайте думать так, что каждый день должен приносить радость, позитивные эмоции, ну, а мы как сможем, будем вам в этом помогать. Ну, а начинаем по традиции с интересных событий округа, которые у нас проходят в большом количестве. Стены в детской школе искусств «Классика» буквально содрогаются и подскакивают, когда мальчишки народного ансамбля «Ярмарка» оттачивают свои дроби, подскоки, присядки и другие элементы. Чтобы научиться выполнять все так слаженно, четко и ритмично, требуется немало труда. Раньше для меня было самым сложным – это присядка на большой скорости. Иногда я не успевал садиться в присядку и вставать, и меня все опережали. Но потом со временем я начал хорошо заниматься и стал делать почти быстрее всех. Захар пришел в коллектив два года назад. Русские народные танцы сразу пришлись по душе, хоть поначалу было непросто. Но именно сложные трюки и яркие элементы заражают этих мальчишек. Русские народные – они более такие зрелищные, во-первых. Во-вторых, там трюки лучше, как бы там. Ну, там более нагрузки. Как бы в этом современном руками покрутил и все. Ребята занимаются в ярмарке семи лет в разных возрастных категориях. Особая физическая и музыкальная подготовка здесь, конечно, важна, говорит тренер. Но главное – это желание. Конечно, проще тем, у кого есть физические данные. Это бесспорно. Обязательно, когда человек слышит музыку. Это очень важно. Но и были случаи, когда человек приходил с нуля, и он развивался. Больше десяти лет Денис Геннадьевич обучает детей в душе и классика. Через танец прививает любовь не только к хореографии, но и к руссконародной культуре. Говорит, самое основное в работе с мальчишками, как и в жизни – дисциплина. А русский танец сам по себе заряжает и вдохновляет ребят. Через игру, через ритм, через хлопки. То есть они этим заражаются потихоньку и им становится интересно. Особенно добываются трюки какие-то. Ну, сразу самые простые. Все равно у них идет между собой соревнование, борьба. И они начинают уже друг перед другом. Перепляс такой у них. Им интересно, они приходят с удовольствием. За плечами коллектива уже множество побед. Последний кубок совсем недавно привезли из северной столицы. Ансамбль стал лауреатом первой степени во Всероссийском конкурсе-фестивале «Танцевальные сезоны Петербург». Вошел в пятерку лучших со всей страны и открывал праздничный гала-концерт. Такие заслуженные награды вдохновляют на новые победы. И ребята уже вновь готовятся покорять всех своими яркими танцами. Друзья, ну а еще больше интересных сюжетов вы сможете найти на нашем ютуб-канале. Адрес вы спросите, а я вам отвечу. Вот он. Вот же он. Это вот эта вот штука, QR-код. Берите телефон прямо сейчас. Вот, включайте камеру, сканируйте. Бах, чудеса. И вы тут же на нашем канале. А там всего видео, не видео. Ну а мы приступаем к датам. 23 марта ежегодно отмечают Всемирный метеорологический день. Цель праздника – напомнить всем нам о возможных последствиях изменения климата. И речь идет не только о понижении и повышении температуры. Изменение климата также чревато разными катаклизмами, наводнениями, цунами, землетрясениями и многими другими погодными неприятностями. Вообще, наука о погоде возникла после изобретения в 17 веке термометра. Кто бы вы думали, его изобрел? Галилео Галилей. А также ртутного барометра Торичелли. Это вот были два самых главных прибора. Термометр и барометр. Позднее был изобретен гигрометр, дождемер, флюгер и анимометр. И уже первое подобие сети метеонаблюдений возникло в Европе в 1654 году. Представляете, как давно все это случилось. В России официальный старт гидрометеорологического мониторинга был дан указом императора Николая I в Санкт-Петербурге в 1834 году. Этот указ учредил нормальную магнитно-метеорологическую обсерваторию. Сегодня не только Всемирный метеорологический день. Я правильно сказал? Метеорологический. Правильно. Всемирный день работников метеорологической службы в России. С чем мы от души их всех поздравляем. Что бы мы делали без вас, дорогие синоптики? Мне кажется, или каждый, абсолютно каждый человек не выходит из дома, не поинтересовавшись тем, какой же ожидается прогноз погоды хотя бы на этот день? Абсолютно буквально. Потому что даже у Жванецкого это было. Ну какая разница, или у кого-то из сатириков, да? Ну что тебе стоит от подъезда до остановки автобусной добежать? Ну какая разница в чем? Ну не замерзнешь же ты насмерть. Нет, раз 15 послушают погоду. А вот о том, как жители Одинцова предпочитают узнавать о погоде, мы узнаем из опроса. Всем привет, это рубрика про опрос. Давайте узнаем, интересуются ли жители Одинцовского округа погоды на день. Нечасто. Телевизор вообще. Где это посмотрите? Нет, не часто. Больше пользуюсь информацией из интернета. Да, каждый день с утра. Также сегодня отмечают Международный день мужской солидарности. Праздник неофициальный, но отмечают его во многих странах мира. И посвящен он, конечно же, мужской крепкой дружбе. С праздником, дорогие мужчины. Крепкая мужская дружба, между прочим, это незыблемый оплот солидарности. Я бы так это назвал. Потому что каждый мужчина в душе, и не только, готов всегда протянуть руку помощи своему другу, зная, что в ответ получит такую же руку помощи. Это как в этом популярном анекдоте, когда жена позвонила, сказала, что ночевала у друга, пятеро друзей ответили, что был, но уехал, а трое сказали, что еще там у них сплю. Да, так оно и было. Ну, мы продолжаем рассказывать об интересных праздниках. Также 23 марта отмечают очень необычный и забавный праздник. Называется он День одинаковых носков. Носки в современном гардеробе стали неотъемлемой частью современного гардероба. И когда ты заходишь в магазин, какие носки ты только не видишь. Короткие, высокие, длинные, шерстяные, шелковые. С Дедами Морозами. С елочками, с НЛО. Прекрасно. Но дело в том, что это миф про одинаковые носки. Одинаковые носки бывают только в магазине. Как только они появляются у вас дома, все. У вас может быть 100 носков, но это не значит, что у вас 50 пар. Это парадокс. Это основное свойство носков. Вот что-то с ними вот такое происходит. Я бы сказала мужских носков. Женщины такой проблемой не страдают. У нас все парные лежат. Аккуратненько. Нет, очень даже носят. У вас колготы. Да, конечно, у нас и носки колготы. То у вас колготок нет, вы завидуете. У вас только носки. О, Господи. На самом деле, сейчас прямо перед глазами встали. Знаешь, вот эти ваши нелепо скрученные кулечки, засунутые в батарею, в диван. Вот прямо убил. Не знаю, мои стоят аккуратно в углу. Ничего не знаю. У меня все четко. Милые дамы, вместо того, чтобы ругаться на нас и постоянно толдычить о том, что мы раскидываем свои вот эти вот носки, просто подарите нам несколько пар одинаковых носков. Мы будем счастливы. И, кстати говоря, у однотонных носков, там, серых, черных, неважно, у них есть своеобразный рисуночек маленький. Вы замечали, наверное? Вот. Ну, там. Ну, сбоку. И вот этот рисуночек служит специально для того, чтобы идентифицировать два одинаковых носка. Это как отпечаток пальца у носков. Лайфхак. Лайфхак. А у меня свой лайфхак. Можно мужу, ну, или своему молодому человеку, носки приклеить к пяткам суперклеем. И, во-первых, они не потеряются. Во-вторых, их не нужно стирать. Помыл ноги вместе с носками. Высушил феном. У тебя и ноги чистые, и носки чистые. И носки, самое главное, всегда при тебе. Вот. Не благодарите. Если кто-то проведет этот эксперимент, пожалуйста, напишите нам, как это прошло. Очень интересно. Ну, это все, конечно же, шутки. Переходим от веселой такой темы про носки. Переходим к поздравлению известных именинников. И, конечно же, я начну, раз уж такая возможность, с поздравления художников. Потому что это мне близко. Вот, к примеру, 23 марта родился русский живописец, академик Алексей Корзухин. Корзухин принадлежит к числу лучших жанровых живописцев. Интерес к его картинам не угасает и сегодня. А также сегодня родился советский летчик, генерал-майор авиации, первый герой Советского Союза. Кто бы вы думали? Анатолий Лепедевский. Вот так вот. Анатолий Лепедевский прежде всего известен своей храбростью при спасении челюскинцев. Но это, правда, только один из его многочисленных подвигов, которые, кстати, в Советском Союзе были под грифом «Секретно». Переходим к творческим именинникам. Ну, у нас так, у Полины, как правило, ученые, а у меня вот художники и вот актеры. К примеру, сегодня родился советский и грузинский актер, предприниматель, народный артист Грузии Арчил Гомяшвили. Ну-ка, быстро сказали самую известную его роль. Правильно, конечно, Астабеннер. Арчил Михайлович снимался во многих киноработах, но успех и всесоюзная слава к нему пришли после 40 лет. Конечно же, когда в 1971 году он снялся в фильме Леонида Гайдая «12 стульев». Друзья, сегодня в День работника метеорологической службы мы, конечно, не могли пройти мимо этого праздника и не могли не пригласить соответствующего гостя. Поэтому встречаем. Встречаем. Начальник отдела наблюдательной метеорологической сети Николай Николаев. Николай, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, сразу вопрос у меня прямо. Да, давай. Работник наблюдательной службы, да? То есть задача? Сети. Наблюдательной сети. А, сети, да? Так, ну смотрите, наша задача, в целом, в принципе, задача метеоролога – это проводить метеорологические наблюдения на метеорологических станциях. Вот. Метеорологи раз в три часа собирают всю метеорологическую информацию, которая есть со всех датчиков, и отправляют ее в гидрометцентр России. Например, там температура воздуха, атмосферное давление, влажность, атмосферные явления, облачность, видимость – все это поступает в гидрометцентр России, отдали на карту погоды. А потом уже вот в гидрометеослужбе там создаются прогнозы, делаются. Как они делают? Анализы данных. Да. Смотрите, со всех станций поступают именно фактические данные. На основании фактических данных, на основании среднестатистических данных составляются, ну, существуют модели. И на основании моделей составляется прогноз погоды на сутки, на двое или на более. А вообще, насколько погрешности бывают? Допустим, краткосрочный прогноз на сутки, долгосрочный на месяц? Какие погрешности и от чего они зависят? На самом деле, это очень большие погрешности. Если смотреть прогноз, который на сутки, то да, у него процент оправданности может быть практически до 95-97%. Если ветер не поменяется, да? Ну, разумеется. Нет, ну, тут все, конечно, уже все смотрят, все прогнозируют в этом плане, все совершенно точно. А если говорить про долгосрочный прогноз, именно долгосрочный прогноз, который там берут 5 суток, 7 суток, он такой немного более, как вам сказать... Философский. Ну, немножко, да. В целом-то модели есть. В целом это процентов 70, что так будет. Вот. Как бы проценты у него низкие в этом плане оправданности. Ну, 70, я бы сказала, что это низкие. И каждый день, каждый день происходит его все равно уточнение. Корректировка. Корректировка, конечно. Он же сдвигается на сутки, на 12 часов сдвигается, его всегда корректируют. Я слышал такую историю. Ну, у нас же все любят ругать прогноз погоды, да? Там, кошка бросила котят, это прогноз погоды виноват. Вот. Поэтому вы виноваты во всем сразу. Почему погоды... Почему они точно не могут предсказать? Да. Что тут такое? Бабка вон и та знает. Это... Но я слышал, что у нас, к сожалению, до сих пор еще есть некий провал по как раз сбору данных, потому что там, где должно условно быть там 200 каких-то датчиков там или приборов, у нас работают 50. Говорят, а что вы хотите? У нас нету более... Ну, возможности более точно сделать прогноз, потому что данных не хватает. Так ли это? Ну, вы совершенно почти правы. Я вам так скажу, вы почти правы. На самом деле, чем больше станций метеорологических, тем лучше. Лучше, конечно, если она будет не просто автоматической без людей, а именно с людьми. Почему? Потому что, к примеру, многие... Вернее, та сеть, которая существует у нас в настоящее время, она еще тянется, знаете, с советских времен. Там 20-е годы... Там еще ламповые приборы. Там, да, да. Там... В целом, я вам скажу, приборы по сей день практически не изменились. Да, появились только автоматические станции, да, с комплектом датчиков. Ну, если автоматическая станция не работает, идешь на метеорологическую площадку, к приборам, все отсчитываешь, у тебя на все это 10 минут, чтобы отсчитать, все правильно сделать, обработать и отправить. И отправить. Ровно, вовремя. Николай, скажите, а что же вообще, из чего состоит, из кого состоит метеорологическая станция, та, которая с людьми, и кто ее сотрудники, и кто за что отвечает? Ну, смотрите, там имеется штат, 4 человека, это метеорологов, начальник метеорологической станции, ну, еще у нас там бывают дополнительно какие-то другие виды наблюдений, и еще существует, однако, ставка, там, агрометеоролога, например, или там, актинометрист, если наблюдение за солнечным сиянием, например, да, за солнечной радиацией, вот. Как правило, метеорологи у нас дежурят сутками, вот они утром заступили в смену и начинают. Следят за всеми атмосферными явлениями, которые есть, за всеми неблагоприятными метеорологическими явлениями, которые у нас могут возникнуть, за всеми опасными, ну, и, соответственно, за всеми теми метеорологическими параметрами, в то время которое необходимо снять отчет и все передать. То есть они каждые 3 часа собирают эти данные, их отправляют, соответственно, сутки они не спят? Или они как-то могут прикорнуть на полтора часика, потом быстренько все данные собрать и снова? Нет, к сожалению, спать у нас нельзя. Погода меняется стремительно, к примеру, у вас сегодня могло быть ясно, к примеру, сегодня днем, а через ближе к вечеру ночью могут пойти осадки и могут быть неблагоприятные явления, там по ветру, например, или еще там, или опасное что-то, спать, к сожалению, нельзя. Ну, хорошо, если ветер, допустим, может вдруг там откуда-то вот внезапно, да, там давление, да, я же правильно понимаю? Да, все верно. Из-за разницы давления возникают вот эти вот потоки воздуха, которым мы называем ветер. Да, все верно. Вот, Полина, кстати, когда глазами моргает, тоже ветер. И волосами, да, когда взмахивают, сразу... Это вообще ураган, да, да, да. Вот. И это непредсказуемо, к сожалению, в отличие от погоды. Так я о другом хотел... У нас же не бывает таких, чтобы там торнадо какой-нибудь там налетел, вдруг там тайфун. Ну, здесь спокойно. Ну, вдруг-то ниоткуда не возьмись, и ничего страшного не случится. Как вам сказать? На самом деле у нас есть критерии опасных и неблагоприятных явлений, которые существуют для города Москвы и Московской области отдельно. Они немножко отличаются, но незначительно. Например, ветер со скоростью, максимальной скоростью 12 метров в секунду и более до критериев опасного считается неблагоприятным. Значит, там об этом нужно выпустить предупреждение и уведомить все службы, которые у нас пользуются этими данными. А вот нам-то потом смс-чики приходят. Разумеется. Вот эти вот. Будьте осторожны, уважаемые жители московских. Да, не все, а совершенно верно. Да, регулярно читаю. Да, все совершенно верно. Очень помогает. Да, вот. Мы предоставляем эти сведения в МЧС. МЧС, соответственно, делает рассылку. Ну, не каждому, сами понимаете, невозможно каждому отправить. А только тем, кто подписался и оплатил. Это шутка. Ну, по-разному. Через раз даже, на самом деле, и мне приходят. Как неудивительно. Так вот же, лайфхак. Как спать на работе? Да вот же, смс-ка пришла. Как правило, предупреждения, все именно предупреждения неблагоприятных и опасных, как правило, у нас выпускаются с заблаговременностью. То есть это еще не наступило. Мы это ожидаем. Соответственно, это предупреждается заранее. Ну, если по фактам уже было бы как-то не то, не тот эффект. Нет, по фактам совсем не то у нас так не делается. Другие наблюдатели в каком-то другом регионе определили, что у них там понизилось или повысилось давление. Эти данные были отправлены. То есть и служба вот уже какая-то аналитическая сопоставляет. Ага, вот здесь вот давление такое, здесь такое, здесь такое. А ветер вот пойдет вот так. Смотрите, на самом деле давление, в первую очередь, чтобы я вам так вкратце расскажу, они все, вернее, все метеорологические вот эти параметры, давление в том числе, попадает на карту погоды. Как карта погоды вы, наверное, выглядят, вы видели. Ну, так и с полосочками. Ну, или чаще с кружками. Ну, кружки, да. Да, где циклоны и антициклоны. Все, что с пониженным давлением в центре, это циклон. Все, что с повышенным, антициклон. Соответственно, чем ближе забары друг к другу, тем будет сильнее ветер. Ну, логично, да. Давай сейчас все секреты раскрыли. Это так и я могу предсказать. Вот. Также, соответственно, к примеру, если у вас проходит фронт, то ветер после прохождения фронта поворачивает, разумеется. К примеру, у вас был, например, там ветер перед фронтом, да, перед дождем, был прямо южный, фронт прошел, он может стать западный, а то, может быть, и северо-западный, например, после фронта. Или северо-южный. Да. Может похолодать, но незначительно, либо потеплеть, но незначительно. Все зависит от того, какой фронт будет проходить. Передовые технологии дали нам возможность, нам, человечеству, влиять на погоду. Вот, например, разгон туч к параду. Как это происходит? И какие еще хитрости есть у нас? Как это? Как? Очень просто. Приходит приказ в метеослужбу, чтобы не было дождя, вот и все. А, все понятно. Все же понятно. Ну, почти. На самом деле, в первую очередь, сначала ближе к параду победы, когда готовится все у нас, ну, не конкретно у нас, а именно в Германии Центра России, есть соответствующая служба, которая этим занимается. Именно физическими воздействиями на атмосферные процессы. Вот. Составляется прогноз. Необходимо ли в первую очередь это делать, разгонять, целесообразно ли. А то, вполне возможно, будет ясно и смысл. Это же, на самом деле... Это мартышкин труд. Мартышкин труд. Все совершенно верно. Это же огромные деньги на все это, конечно. Ага. Мне стало интересно. Если действительно ожидается прохождение какого-то атмосферного фронта, выпадение большого количества осадков, там, или, к примеру, низкая высота нижней границы облачности, ну, высота на какой? От земли нижний край облачности. Туда, там, туман, например, туда. Соответственно, вот у нас в этой службе применяются именно вот эти методы. Как правило, если нужно, чтобы осадки выпали где-то, но не конкретно в этой точке, смотрят, ну, самолет загружают реагентами, я вам так проще скажу. И, пролетая над... Тучкой. Тучкой, можно сказать, да. Выжимают. Все совершенно верно. Распыляют, ее выжимают в том месте, но не конкретно. А можно даже вот эту тучку, эти осадки, которые предполагались выпасть где-то над Москвой, их можно куда-то угнать в нужное место, там, где, допустим, затопа? Конечно. Кошелкой поймать и тучку, и в Сахару отвезти. Все, на самом деле, это можно, но на самом деле воздействовать на более серьезные такие вещи нельзя. Это же климатическое оружие, вы же сами прекрасно знаете. И оно у нас уже, как мы поняли, что есть. И оно существует, оно есть, конечно, оно есть не только, оно везде есть, в многих странах, которые этим занимаются, но применять, к сожалению, это запрещено. Сами прекрасно знаете. Я понимаю, конечно. На войне все методы хороши. Ну, что-то не будем об этом. Нет, ну, мы-то не будем. А, скажите, а вот, допустим, если неурожайный год, там, засуха, можно как-то вызвать дожди же как-то? Можно. А это делают? Да, шаманы в губе. Раньше, да, да, да. Духов, жертвоприношения, козочек там. Обязательно. Ведущих иногда приносят. Можно, но не делают. Как я вам говорил, это делать, к сожалению, нельзя. Ну, да, да, потом это может... Эффект бабочки. Да. К сожалению, это делать нельзя. Можно, но не нужно. Но не нужно, да. Такой вот праздный вопрос. Я часто бывает так, что езжу на дачу, и дача у меня на Оке. То есть я еду из Москвы на юг, река Ока, и с той стороны у меня, значит, там где-то. Так вот, я обратил внимание, что очень часто бывает такая история, что я выезжаю из Москвы, дождь, пасмурно там, подъезжаю к Оке, погода меняется. И я стал подозревать, что именно по Оке проходит некая климатическая граница. Потому что даже где-то я увидел, что, допустим, с этого берега, с нашего московского, это считается лесная зона, а с той стороны уже начинается лесостепная. Тема для научной работы, Илья Сергеевич, пиши. Начинаем. Вопрос был в том, есть ли какие-то действительно климатические границы, и как-то, может быть, они четко где-то располагаются? Ну, смотрите, если говорить именно конкретно про сезон года, если говорить именно про лето, то в основном летом, как вы знаете, чем больше открыта подстилающая поверхность, чем больше ее нагрев, тем, соответственно, быстрее развивается процесс конвекции, образуются кучево-дождевые облака, и они выпадают к сна. Вы сейчас столько слов сказали. Сейчас у Полины будет это самое. Да, конечно, все поняла. Это испарение влаги происходит быстрее. Есть такой у нас уровень, при котором точка, грубо говоря, да, при котором превращается в парообразное состояние, накапливаются там микроскопические капли, которые потом между собой там в потоках, и выпадают на конкретное место, да. Вот. С одной стороны, да, вы правы, а с другой стороны, это все зависит в первую очередь от воздушной массы. Как правило, если, к примеру, это грозы, которые не фронтовые, а обычные, знаете, вот тучка образовалась, гроза, дождь ливанул, потом все прекратилось. Это может быть не только в Кашире. Это локально, да. Да, это может быть везде. Я не уйду, какие-то затяжные облажные облака, прям, ну, много их. Все зависит в первую очередь от места прохождения воздушной массы. К примеру, может быть, на стыке. Помню, была такая ситуация, когда в прошлом году весной, когда на востоке области было плюс 15, а на западе области было всего лишь плюс 3. Ого! 12 грозов, это только... А посередине? Вот. А посередине, ну, соответственно, шло повышение. Почему? Потому что более теплая воздушная масса, теплый воздух с Казахстана был... Причем это вот оно рядом совсем, то есть буквально отъехал на автобусе, приехал, он все уже ходит. Казань, в той стороне, понимаете? Ну, все равно фронт-то где-то же проходит, где-то есть фактическая граница. Конечно, я вам говорю, все зависит от того, где будет проходить атмосферный фронт. Вот и всего лишь. Он же меняет место дислокации. Ответа зависит. Ответ, ну вот. Николай, скажите, пожалуйста, я думаю, вопрос интересующий абсолютно всех. Весной какой у нас ожидается лето? Ну, давайте сейчас можем... К сожалению, я вам не могу сказать, какое ожидается лето. Я знаю, это грех дело. Об этом вам могут сказать Гидромцентр России Роман Менгельевич Вильфанд. Он, как правило, этим занимается. И вся компетенция по этому поводу отнесем к нему. Я считаю, лето будет, скорее всего, обычное. Где-то жарко, где-то осадка выпадет, как всегда, где-то чуть-чуть прохладней. Но в целом, я думаю, лето будет хорошее. У нас, как правило, да, в мае последние годы выпадает много осадков. Потом в июне чуть побольше. Иногда бывает месяц посуше. Потом в августе. Вот, например, в прошлом году вообще полтора месяца было сухо. Осадков толком не было. И у нас по Московской области существовало такое явление, как почвенная засуха, атмосферная засуха. Я по даче бегала вот с этим, со шлангом. Со шлангом я бегала. Есть такие у нас блокирующие антициклоны, которые выходят и стоят на одном месте очень-очень-очень долго. Либо это может быть жарко. И без облачка. Либо не жарко. Вот еще всех обывателей, скажем так, да, их немного, их 6 миллиардов примерно, беспокоит вопрос глобального потепления. И все вот с этим глобальным потеплением носятся, как курица. Да, со списанной торбой. Да. А я выяснил, что оказывается климат на Земле в принципе вообще не константа. Он постоянно меняется. И ледниковые периоды были, и засухи, и то, и все, и пятая, и двадцатая. Другой вопрос, чем это связано? Но это постоянно происходило. Те же вот твои любимые динозавры. Куда делись? А вот. Вот стоит. Один, один, единственный остался. Вот. Насколько это действительно какая-то там критичная ситуация? И насколько это быстро происходит? И как это отразится на нашей стране? Смотрите, на самом деле это быстро происходит не здесь, не у нас в средней полосе, а, как правило, ближе к северным широтам, к полярному кругу. Ближе, вот, например, Монск, Якутск, вот, там, Ямал, например. Там эти процессы происходят намного быстрее, чем здесь. К примеру, если говорить конкретно здесь, потому что я за всю Россию говорить не буду, у нас тоже конкретно люди занимаются этой темой в гидрометрии центре России этим занимаются. А если говорить, к примеру, конкретно про Москву и про Московскую область, то, к примеру, мы сравнивали сам город Москву, метеостанцию, например, ВДНХ, да, и сравнивали какую-нибудь областную метеостанцию Митрах, то в целом существует тенденция повышения температуры за последние, там, может быть, сто лет, и она поднялась примерно где-то на полтора, ну, почти на два градуса. Ну, прям не очень много. Это с одной стороны? Этот процесс медленный, он постепенно, 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 нарастающим итогом идет, понимаете? Он постепенно, постепенно, сильно не ощущается, вы можете только это ощущать от того, что у нас слишком много летом, жарких дней происходит температура больше 30 градусов, когда выпадают ливни большие и много количества осадков выпадает. Когда ждать, что погода будет, как в Сочи? Когда? В Москве. Когда море к нам придет поближе, тогда и будет, как в Сочи. Все совершенно верно. Ладно. В Сочи совершенно климат другого характера. Я поняла. Все-таки климат, да, более... Это же асубтропики. Я знаю, господи. Наверное, как и в Крыму, в Явце. Я просто мерзну, мерзну. Я человек такой, у меня все время холодно. А давай ты будешь в Сочах, и оттуда интерактивно будем вести программу про утро. Нет, я Москву люблю. Николай, я когда готовила программу, много читала про метеорологию в целом. И у меня даже, я себе сделала такую подборку, знаете, я назвала топ глупых вопросов метеоролога. Можно я их задам? Ну, конечно. Я себе выписала. Конечно, задавайте. Топ глупых вопросов от Полины. Так, это общественное мнение. Это не мои вопросы. Я это собирать не могу. Хорошо, хорошо. Ну, хоть один твой есть. Правда ли, что синоптикам дают молоко за вредность? Нет, конечно. А я вот вычитала, что раньше давали. Это было тогда, когда карты, которые синоптики использовали в работе, пропитывали формальдегидом. Все совершенно верно. Это было раньше. Сейчас-то все делает суперкомпьютер, и карты составляют суперкомпьютер. Синоптик, конечно же, сам себе проводит фронт так, как он считает нужным. Ну, имеется не то, чтобы как он считает нужным, а так, как это должно быть. Потому что все-таки компьютер проводит именно так, как он считает, а синоптик проводит так, как... Как вы учили. Ну, все совершенно верно. Как измеряется количество осадков? О, это интересный вопрос. Количество осадков у нас измеряется старым дедушкиным способом. Осадкомер Третьякова. Такое существует у нас. Ведерочка. Я сказал, горшочек. Сколько литров на один квадратный метр. Ага. Все так же. Прекрасно. По старинке. Все по старинке. Ну, конечно же, у нас существует и сейчас автоматический датчик, который это определяет весовым способом. Все тоже это уже, конечно, автоматизировано. Вот я тут вспомнил, просто вот пока живо, да, был такой малоизвестный изобретатель Сергей Павлович Королев. И когда готовился полет Леонова с выходом в космос, он заставлял их... Ну, это в фильме было, все видели. Он заставлял их в люк ногами заходить. А Леонов тогда, ну, молодой, неопытный. А зачем мне, говорит, мне же, головой-то удобнее. Говорит, а чтобы ты, если что, люк мог руками закрыть. Так он же, говорит, автоматический. Он, говорит, 9 из 10 раз автоматический. А вот 10-й, может быть, и нет. И вот тут то же самое. Аналоговые приборы в виде ведерка. Да. Самый верный и проверенный способ. Да, он сегодня работает, датчик. К примеру, сломался, например. Вышел из строя. И неточный прогноз. Или нет света. Да, а тут хоп, недерка. Он без света не работает. Вернее, работает, но какое-то недолгое время. А света может быть несколько часов. Соответственно. Все, прогноз неточный. Все, тоже самое. Мое любопытство уже удовлетворено относительно этого вопроса. Есть, к примеру, на многих метеостанциях мобильный телефон. Или даже есть такой телефон, который работает без света. Это дисковый, к примеру, на одной метеостанции. Я знаю, у нас существует такой. Набираешь, пожалуйста, куда хочешь. Без света. Николай, чем отличается гололед от гололедицы? Ну, вопрос, конечно, очень интересный. Чем отличается гололед от гололедицы? Знаете, есть пословица. Не идет, не едется, потому что гололедица. А гололед на проводах и на деревьях. Ага, а гололедица на земле. На дороге, на земле. Понятно, вот, дорогие друзья, гололед и гололедица. Да, да, великий и могучий русский язык. Николай, верят ли метеорологи в приметы? Народные. Народные. Да, например, если говорить обо мне, то в некоторые, я верю, они действительно работают. Знаете, бывает вот в теплый вечер, мошки собираются в кучу. И вот они вот так роятся, роятся мучу. Или мухи, комары, там неважно, может быть, все что угодно. Значит, завтра будет тепло. Это я вам точно говорю. Это работает. Если вы, к примеру, сегодня этого не увидели, тепло и ждите. А знаешь, почему они в кучу собираются? Они в этот момент обсуждают прогноз погоды. И красный закат к ветру. К ветру красный закат. Да. Я вот обратил внимание, что каждый раз, если вдруг начинается ветер, поднимается, значит, будет изменение погоды. Если была хорошая до этого, значит, будет плохая. И наоборот. Ну, есть еще, конечно, по облачности, но это более профессионально такое. У меня вот самый интересный для меня вопрос, это как люди вообще для себя выбирают ту или иную профессию. Профессию метеоролога. У меня там вообще все сложно. Ну, вот метеоролог. Это была мечта детства? Как вы стали метеорологом? Нет. На самом деле, скажу, как все это происходило у меня, скажу так. Никогда не думал об этой профессии, честно скажу. Я знал, что там, откуда я родом, там на это учат. И оно есть. Я знал, что оно есть. И полгорода у нас выучено как раз именно на это. Я вам совершенно верно говорю. И гидрологов, и еще там есть одна профессия. Ну, конкуренция-то какая большая. Да, 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 совершенно верно. Но выбирал я не это. На самом деле, это у меня была самая последняя инстанция, куда я хотел бы поступить. Не вышло то, куда я на самом деле хотел бы в одно место, не вышло в второе место. Сейчас угадаем. Космонавтам? Нет. Ну, все, что связано с сельским хозяйством, это было второе место. А первое место, самое нынче высокооплачиваемое, это программирование. Ну, это же можно и дома, так сказать, участвовать. Можно, конечно. Николай, программистов тьма тьмущая, а метеорологов, я вот для участия в программе... Очень мало. Да, а метеорологов, их мало. Николай, за что любите свою работу? Ну, сейчас уже, когда все сложилось. На самом деле, работа очень интересная, правда интересная. Тебе, особенно летом, представляете, зарегистрировать грозу. Или поймать там большой ветер, там порыв, конечно, чтобы выпало много осадков. Затопило все машины, гидрудары. Отметить там, увидеть смерч, например. Ну, конечно, это же интересно. Николай, а вот нет ли у вас случайно коллекции вот этих природных явлений, какие-то такая вот дома, галерея, там вот здесь смерч, у меня вот это торнадо, сели, сошли там ливни. Нет? У нас есть, у меня есть такая немножко карта интерактивная, ну, чисто своя, любительская. Где там, в каких годах. Где что было. Где вот это подобное именно смерч, где проходили и где было. Я сейчас угадаю. У нас самое такое стрёмное место по всем вот параметрам, и я даже знаю эту точку на карте, где вот всё время происходит что-то неладное. Это деревня Гадюкино. Да, как известно, и помните, деревня Клюбакина только была. Клюбакина? Клюбакина, да, как раз вот в Одинцовском или Можайском. А нет, Русский район, Русский район, прошу прощения. В Русском районе вот там прошёл вроде бы как бы смерч. Но я думаю, скорее всего, прошёл очень сильный шквал, который люди, потому что была улачность очень низкая. Если шквал давит, он точно так же может продавить и сдуть, снести крыши. Да, там на самом деле очень всё пострадало. Мы там присутствовали, составили акт обследования, чтобы людям помочь. Вот имущество. У нас и здесь бывают такие шквалы, что многим крыши сносят. Я не замечал. Беседовать можно очень долго, особенно тема такая благодатная, интересная. К сожалению. Несмотря на то, что мы тут такие шутники и шутим, да, вопрос-то на самом деле это серьёзный. И непраздный, да. Просто у нас утренняя программа, мы её пытаемся, так сказать, людям поднимать настроение. Мы им обещали, тем более. Мы пока вас не отпускаем. У нас в конце с каждым гостем предусмотрен такой блиц-опрос. Это быстрые вопросы, предполагаемые, быстрые ответы. Первое, что приходит на ум. Готовы? На IQ, конечно. Но нет, они очень простые. С чего начинается ваше утро? А вот и не успели. Нет, нет, нет. С чашки кофе. Всё просто. Чем кончается вечер? Ложусь просто спать уже вот без сил. Без сил уже всё. От работы, да? Да. Ваше самое лучшее качество? Наверное, коммуникабельность. Хучее? Вредность, наверное, как у многих. Хорошо. При знакомстве с людьми на что вы в первую очередь обращаете внимание? Стараюсь человека завести беседу, которая более ему интересна, я вам так скажу. И через это вывести его на метеорологию. Что вам нужно для счастья? Ой, чтобы все были живы и здоровы, на самом деле. Чтобы всё было хорошо. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, как-то... В деньгах счастья не найдёшь, честно. Ну, это мы искали, да. Но не нашли. Ни денег, ни счастья. Ни в деньгах счастья, серьёзно, говорю. Что вы не можете терпеть делать, но делать приходится? Не люблю делать ту работу, которую я действительно не люблю делать. Это был мой вопрос. Из-под палки. Нет, это серьёзно. У меня действительно именно так. Вот из-под палки. Ну, как конкретно есть такая работа. Приходится делать. Да, бывают какие-то конкретные работы. Отчёты там, наверное. Ну, что-то, да, бывает. Ну, вот... Не идёт. А делать надо. Есть такое слово «надо». И придётся, будешь делать. Есть вещи, да, действительно, которые тебе не хочется делать, но ты их будешь делать. Мама, я не хочу идти в школу, я больше не могу. Надо, надо, сынок. Ты же директор школы. Да, да, да. Что вас вдохновляет и придаёт сил? Заряжает энергией? Даже не знаю, что сказать. В целом-то у меня всегда хорошее настроение. Редко, когда у меня бывает плохое настроение. Но если я выпью действительно очень вкусную чашку кофе, прям действительно настроение... Настроение будет просто вообще на ура, я вам скажу. Ну, то есть счастье, оно не в деньгах, оно в кофе. Ну, в какой-то степени, да. Или когда-то что-то... Не то, что в чём-то тебе угодили, да, а вот когда-то что-то тебе сделали, ты это хотел, но ты никому об этом не сказал, что ты это хотел. Да. Счастье, оно в мелочах. Да, в настроении. Именно, совершенно верно, в мелочах. Да, в мелочах. Вот если бы можно было пообщаться с собой 18-летним, или, может быть, даже 16-летним. Или 15-летним. Что бы вы себе сами сказали? Ой, поубавь свой юношеский максимализм. В первую очередь. Вы грешили, да? Пыл, да, да. И относись к людям попроще немножко. Не надо многого от них ждать. Да, да, да. Завышенные требования, неоправданные ожидания. С другой стороны, если ты сам не хочешь, чтобы от тебя многого ждали, надо просто одну штанину всегда заправлять в носок. Хороший рецепт. Николай, спасибо вам большое, что вы уделили нам время, рассказали столько всего интересного. Я подчеркнул. Я, ого-го, как подчеркнула. И подняли нам, и нашим зрителям настроение. Вам, что называется, хороших прогнозов, точных прогнозов. И поменьше торнадов разных. Да. И вам спасибо огромное за приглашение. Да, и с праздником. Спасибо огромное. Да. Ну, а вы, друзья, никуда не переключайтесь, потому что сейчас я сделаю прогноз. Вас ждет еще много интересного впереди. Друзья, вчера мы рассказывали вам о знаменитом почитателе здорового образа жизни Льве Николаевича Толстом. Сегодня у нас на повестке дня еще один наш известный предок с правильными привычками. Никто иной, как Александр Васильевич Суворов. Ну, Александр Васильевич топил не то чтобы за ЗОЖ, он просто топил за армейский порядок, дисциплину и распорядок дня. И ЗОЖ там был тоже. Ну, отчасти, скорее всего. Суворов обладал величайшей силой духа и вел простой даже аскетичный образ жизни. Своим примером он учил, как переносить все трудности, возникающие на жизненном пути. О Суворове говорили, что ему была присуща простота, терпеливость, воздержанность и умеренность во всем. Как такого добиться? Я прям даже не знаю. И вот эти качества сроднили его с воинами, которые любили своего полководца как родного отца. И Толстой, и Суворов подают пример подрастающему поколению и сегодня. И являют собой яркий пример того, что здоровье и талант – это две части одного целого. Я бы даже сказал, что это просто сила, способная снести все, что угодно. Друзья, так не будем же отставать от великих предков и докажем, что современный человек стал еще здоровее, умнее, выносливее и сознательнее по отношению к своему здоровью. И вот как раз для тех, кто придерживается именно такой доктрины, наша рубрика про здоровье. Доброе утро, уважаемые телезрители! И с вами я, Юлия Крюкова, в рубрике про здоровье. Немногие любят горячий чай. Как же можно охладить напиток, не ожидая длительного времени? Совет сегодняшнего дня. Я предлагаю взять уже известную вам формочку для замораживания льда. Налить питьевой воды. Любимое масло. Я люблю добавлять в чай мяту. В каждую ячейку капаете по одной капле и замораживаете. Далее, после того, как кубики заморозились, вы можете их использовать. Наливаете в кружку ваш вкусный горячий ароматный чай и добавляете всего лишь один кубик. Он слегка охлаждает ваш напиток и наполняет чарующим ароматом ваш чай. Желаю всем приятного, интересного и продуктивного утра! Как известно, глаза – это зеркало души. Но они потеряют большую половину своей привлекательности, не будь они обрамлены красиво очерченными бровями и хорошо изогнутыми ресницами. Бровьми суюзными, да? Ну, ты знаешь, вот мои как-то вот без особого обрамления за мои, ну, 40+, ничего такого не потеряли, поэтому не чувствую никаких проблем в связи с этим. Но помимо красоты, брови и ресницы еще несут функциональную задачу. А именно, ресницы защищают глаза от пыли, а вот брови – от пота, который с головы падает, вот стекает вниз, да? Они как потоотводящий элемент. Это не мешает виртуозам-косметологам сегодня превращать эти практические волосяные покровы в настоящее произведение искусства. И сегодня, кстати, их непрофессиональный праздник. Называется он «День красивого взгляда». Ну что ж, по такому случаю я не вижу никаких препятствий, чтобы не объявить рубрику про бьюти. Посвященную как раз этому и части лица. Доброе утро! С вами рубрика про бьюти, и я, Варвара Марусейченко. Сегодня мы с вами поговорим, как правильно и натурально оформить брови. А сейчас я вам покажу, как красиво оформить брови. Для начала мы зафиксируем просто прозрачным гелем. Можно оттеночным, можно прозрачным. Оттеночный гель просто меняет немножечко цвет волос. То есть он может сделать их как темнее, точно так же и светлее. Вы для себя выбираете, что для вас лучше. Я возьму просто прозрачный гель, для того, чтобы красиво их зафиксировать. Для начала бровки мы прочесываем вниз. Сначала зачесываем вниз, потом прочесываем их назад. Таким образом мы сможем посмотреть, какая в будущем нас ждет форма, и где нам пробелы. Если есть пробелы, нужно будет заполнить. Я очень люблю для оформления бровей использовать карандаши, потому что карандаш с карандашом получается брови более четкие. Когда вы просто прокрашиваете тенями, брови более размыты. И это не всегда красиво смотрится, и тени в течение дня просто могут расплываться. Поэтому лучше всего использовать карандаш, и желательно, чтобы он был в цвет ваших волос. Либо, может быть, чуточку светлее. Сейчас я покажу. Самая темная часть брови всегда у нас от наивысшей точки до кончика брови. Дальше у нас брови идет, половина брови немножечко светлее, и начало брови у нас получается самое светлое. Если вы будете не соблюдать цветовые пропорции, то брови у вас достаточно будут смотреться грубо и хмуро. Я начинаю брови прокрашивать от наивысшей точки. Немножечко заполняю те пробелы, которые у меня есть. И немножечко усиливаю просто цвет. просто заполняем вот таким образом. Немножечко даем насыщенности наше брови. Самая темная часть еще может быть внизу. Это вам даст больше подчеркнуть бровь. Если вы где-то переборщили, всегда можно взять, немножечко снять щеточкой. Стараемся не давить сильно на карандаш, потому что чем сильнее вы давите, тем темнее у вас будет цвет. Поэтому легким движением подкрашиваем и заполняем наши пробелы. Я знаю о том, что большинство девочек начинает рисовать брови сначала. От этого они тогда получаются очень хмурыми и достаточно неестественными. Особенно это касается молоденьких девочек. На самом деле все легко и просто. Вот такой у нас шикарный результат получился. Я надеюсь, мои рекомендации были для вас полезны. С вами была рубрика про бьюти и я, Варвара Марусейченко. До новых встреч! Красота красотой. Конечно, без нее никуда, потому что по фасаду-то встречают, а вот по уму провожают. Если не будет внутреннего, красивого внутреннего мира, то далеко мы, к сожалению, друзья мои, не уедем. Так вот, чтобы немножко вас, так сказать, подогреть этим внутренним духовным миром, предлагаю посмотреть про искусство. Просто эффективно. Петр Петрович Кончаловский родился в 1876 году, 21 февраля, под Харьковом в Славянске. Детство провел там, но впоследствии его отец был арестован, обвинен в революционной деятельности, отбывал наказание, а семья переехала в Харьков. Именно там молодой, можно сказать, юный Кончаловский поступил в художественную школу. Затем семья переехала в Москву, интерес мальчика к живописи увеличился, хотя отец настаивал на том, чтобы он поступил в университет на факультет естественных наук. Что и было сделано. Он не прикословил отцу, поступил в университет, но тяга к искусству все-таки победила. Он оставил университет и поступил в Строгановское училище. Для того, чтобы продолжать любимое дело, он упрашивает отца и уезжает в Париж, во Францию, учиться в школе живописи именно там. После этого он возвращается в Москву и продолжает учиться в академии. После учебы в академии он еще раз едет во Францию, и там уже знакомится с живописью постимпрессионизма, и это становится поворотной точкой в его судьбе, потому что Матис, Поль Сезанн, Дега навсегда врезались в его сознание и изменили его отношение к живописи. Позже со своими коллегами они создали творческую группу «Бубновый валет», где напрочь отрицали классический подход к искусству и увлеклись формализмом, кубизмом, фавизмом, тем самым отдали предпочтение модному тогда течению постимпрессионизм. Именно в это время и оттачивается свой собственный стиль в живописи у Петра Кончаловского. Об этом свидетельствует множество его работ, которые дошли до наших дней, к счастью. В начале Первой мировой войны Кончаловский отправляется на фронт, но пробыл он там недолго, в 1915 году. Получив контузию, он возвращается на лечение в тыл и больше на фронт уже не попадает. После Октябрьской революции Кончаловский принял идеи новой власти, не конфликтовал с ней особо и продолжил работать, писать картины, но в этот момент его стиль изменился, он вернулся к классической школе, к классической живописи. Очень много писал Кончаловский натюрмортов, хотя не особо любил это занятие, но считал его абсолютно необходимым с точки зрения тренировки живописца, ну и сравнивая, наверное, с гаммами для музыканта. До нас дошли очень много его работ, как раз натюрморты с цветами, сиренью, хотя и портреты тоже не оставлял без внимания в своем творчестве. Однажды ему предложили написать портрет Сталина, и чтобы как-то обойти этот щекотливый вопрос, с одной стороны не поссориться с властью своим отказом, а с другой стороны все-таки не делать то, что ему не нравилось, он сказал, что для того, чтобы написать портрет вождя, ему надо работать с натурой, а не по фотографии. Естественно, это было невозможно, поэтому его оставили с этой просьбой, и так вот он выкрутился из этой ситуации, хотя впоследствии получил все-таки Сталинскую премию за свое творчество. Прожил он достаточно длинную, яркую жизнь, и дожив до 80 лет, каких-то всего лишь три недели. Оставил нам не только большое творческое наследие, но и наследников. Как всем известно, его прямыми потомками, внуками, являются братья Андрон Кончаловский и Никита Михалков. Вот такая вот славная, талантливая семья. Жюль Верн говорил, цветы – это улыбка солнца, которая дарит радость. Цветы – это стихи природы. Красиво как, да? Лечебные свойства цветов доступны абсолютно каждому. Помимо того, что можно выращивать чисто лечебные какие-то растения, ну, такие как алоэ, сам факт выращивания и заботы о цветах способен, между прочим, вытащить человека из депрессии. Вот. А созерцание этих красивых бутонов способно создать настроение и вообще произвести аромотерапевтический эффект. Вот так вот. А подробнее обо всем об этом вам расскажет наш эксперт в рубрике про цветы. Доброе утро! С вами Елена Золотарева. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать правильный тюльпан. Хоть это и весенний цветок, но сейчас, на самом деле, его можно купить круглогодично. Для того, чтобы выбрать правильный цветок, он должен быть хрустящим. Тюльпан всегда проверяется на хруст листа. Если он хрустит, значит, он наисвежайший. Никогда не бойтесь покупать тюльпан, когда он совсем маленький в размере. 4-5 сантиметров – это норма для тюльпана. Когда вы поставите цветок в воду, он даст вам объем в 2, в 3, а иногда и в 5 раз. Тюльпан – единственный цветок, который растет очень быстро, даже в букете. Если тюльпан оставался у вас без воды 2, 3, может быть, даже больше часов, его всегда можно реанимировать. Цветок, который очень быстро напивается и очень быстро приходит в свою норму. Нужно помнить о том, что если вы поставите мягкий тюльпан в вазу, то он примет именно такую форму, то есть он опустит голову свою вниз. Обязательно возьмите тюльпан и заверните в сухую газету либо бумагу плотно, чтобы он был в вертикальном состоянии. Подрежьте его обязательно под 90 градусов, совсем немножко. Воды должно быть буквально четверть, но смотрите за тем, чтобы вода не закончилась, потому что тюльпан достаточно много пьет. И оставьте его вот в таком виде завернутом в бумаге буквально на час. Когда вы развернете бумагу, вы увидите совершенно другой цветок. Как только вы его поставите в воду уже без упаковки, без бумаги, цветок тут же начнет распускаться. И в течение нескольких часов он может прям расти у вас на глазах. Особенно если день-два вы увидите, что он вырастет буквально на 5-7 сантиметров. С вами была цветочная фея Елена Золотарева. Пока-пока. Ну, о том, как наиболее продуктивно провести этот четверг, нам подскажут звезды. Овны, дайте волю своей фантазии и займитесь каким-нибудь делом, где есть шанс проявить себя как творческую личность. Хорошо, если есть возможность сделать все это на своем рабочем месте. Вот так. Результаты вас приятно удивят, и не только вас, но и ваших коллег. Тельцы, то, что сегодня происходит в вашей жизни, будь то сложности или какие-то события, будет иметь продолжение. Ну, кино с продолжениями. Вам следует позитивно реагировать на происходящее и искать во всем открывшиеся возможности и новые пути. Близнецы, настраивайтесь на работу и активный напряженный день. Иначе приступы лени не позволят вам сделать все запланированное. А еще лучше выберите одно или два важных вопроса и все время посвятите их решению. Раков ожидает плодотворный и благоприятный день. Вам легко удается справляться с трудностями и достигать своих целей. Замечайте ошибки коллег и делайте выводы. Такой опыт может помочь вам сделать вашу работу еще более качественной. А вот львам сегодня следует помнить, что первое впечатление может быть обманчивым. Не делайте выводов и не принимайте скоропалительных решений. По прошествии короткого времени ваше мнение изменится и вы сможете оценить ситуацию верно. Девы, уделите время своим домашним. Окажите помощь, если кто-нибудь о вас об этом попросит. Скоро вам может понадобиться и потребоваться их поддержка. Не усугубляйте напряжение ситуации, расслабьтесь эмоционально и постарайтесь проще смотреть на вещи. Весы. Многочисленные события суета будут присущи первой половине дня. Не придавайте большого значения мелочам, не нервничайте, в противном случае ваше самочувствие резко ухудшится. А после обеда займитесь делами, которые вы давно откладывали, но которые давно хотели выполнить. А вот вечер проведите расслабленно. Скорпионы, возможно, в последнее время вы принимаете желаемое за действительное и стараетесь уйти от реальности. Не стройте иллюзии. Ваши планы и решения должны быть более реалистичными. Иначе успеха не добиться. Все понятно. Также полезно откровенно поговорить со своим партнером о совместном будущем и о своих чувствах. А если уже все обговорено? Еще раз. Повторение, мать учения. Стрельцы, будьте готовы к тому, что сложности и ошибки будут сопровождать дела, в которых вы были полностью уверены. Но очень важно сегодня сохранять уверенность в своих силах и своем профессионализме и думать позитивно. Чувство юмора поможет вам разрядить ситуацию и сгладить любой конфликт. А вот козероги. Измените сегодня подход к делам. Действуйте и думайте нестандартно. И вам удастся быстро получить нужный результат. Хороший день, чтобы начать новое и интересное дело. Ну, или познакомиться с важным человеком. Также есть вероятность, что вам предложат выгодный контракт или проект. Водолеи. День будет особенно удачным для людей творческих специальностей и тех, кто решил посвятить искусству свою жизнь. Подумайте, можно ли извлечь выгоду или получить известность, занимаясь своим хобби. Возможно, нужные люди могли бы вам в этом помочь. Рыбам день обещает быть напряженным и сложным в эмоциональном плане. Возникает много проблем, которые будут проще решить, работая в команде и решая вопросы сообща. Звезды сегодня будут на вашей стороне и даже сложные моменты вам удастся разрешить. Не бойтесь новых и трудных дел. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Подошла к финалу и наша программа, наш бодрый эфир. Мы надеемся, что смогли отвлечь вас от рутинных забот и каких-то, может быть, мелких проблем и подарили хорошее настроение. Ну, как обычно, мы это и делаем. Проведите сегодня день радостно, с толком, с расстановочкой и помните, завтра же пятница. А это последний рабочий день на этой неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова